Прокурор Мордовии Александр Филимонов накануне Нового года провел традиционную пресс-конференцию. Вопросов к нему и ведомству накопилось немало. Это не только текущая деятельность надзорного ведомства, но и резонансные дела. Одна из обязанностей прокурора республики четырежды в год поддерживает государственные обвинения в судах по особо тяжким преступлениям. Александр Филимонов признался, эти дела надолго остаются в памяти. То, что происходит в суде, то, что происходило этими людьми, делалось, конечно, ну, скажем так, половину души отнимает. Встречаются такие, конечно, преступления, от которых у нормального человека полностью мурашки по телу. Ряд преступлений было, когда один, убивая молодую девушку из-за, понравился телефончик розовый был, потом палки в глаза вбивал. Были негодяи, которые в отношении инвалидов совершали действие сексуального характера и потом душили. Ну, очень много, это негативный, конечно, опыт, но это приходится делать. И самое главное, при этом сотрудник прокуратуры не имеет права каким-то образом проявлять эмоции. Взыскание задолженности по заработной плате весь уходящий год был одним из приоритетных направлений. В результате принятых мер прокурорского реагирования 8 тысяч человек наконец-то получили честно заработанные 175 миллионов рублей. Задержки не прошли бесследно для руководителей фирмы предприятий. 140 человек были привлечены к административной ответственности. Четверо дисквалифицированы и трое стали фигурантами уголовных дел. Отдельно журналистов интересовали вопросы законности в сфере ЖКХ, цена образования тарифов и борьба с коррупцией. За год средняя сумма взятки, по словам прокурора Мордовии, увеличилась почти в пять раз с 46 до более 200 тысяч рублей. Очень сильно активизирована работа по выявлению коррупционных преступлений. У нас порядка 29,7% увеличение по сравнению с прошлым годом выявляемости. По взяткам это 65% увеличение выявляемости. Что касается мелких взяток, то это 33,7% мелкие взятки. Из общей структуры взяток составляют более 50%. 51,2% по-моему это со значительным. И там порядка 15%, 14% с чем-то это взятки в крупном размере. В статистику коррупционных преступлений попал и бывший подчиненный главы надзорного ведомства, помощник Дубравного прокурора Виталий Илькаев. Как отметил Александр Филимонов, в вопросах противодействия коррупции нет своих и чужих. Только сильные органы в состоянии сами искоренять из себя это. Действия по его задержанию и организации в действии происходили совместно с службой безопасности прокуратуры и соответствующих подразделениях других ведомств. Защита прав малого и среднего бизнеса также оставалась в центре внимания республиканской прокуратуры. Но и требования к предпринимателям были серьезны, особенно после трагедии в Зимней Вишне. Внеплановые проверки торговых центров и мест с массовым пребыванием людей выявили катастрофически много нарушений. Заблокированы эвакуационные выходы, когда не было надлежащих систем пожаротушения. Все это находилось в устранении этих нарушений, в выявлении и устранении под полным надзором органов прокуратуры. На сегодня ситуация существенно поменялась. Даже вот у нас единственный торговый центр, да, Молсители, как у нас называется, там не было даже подъезда для пожарных... Сити-парк. Да, ну, Сити-парк. Не было даже пожарного подъезда. На сегодня все это сделано. И работа тут ведется, конечно. Но опять, надо, чтобы люди не забывали и все-таки находились в тонусе. А то вот сегодня освободили выходы, а завтра их опять завалят. Опять, защищая права предпринимателей, сильно часто к ним заходить якобы нельзя. Но это не значит, что нет рычагов воздействия, добавляет Александр Филимонов. Любой человек, посчитавший, что в конкретном торговом центре нарушено его право на безопасность, может написать обращение в прокуратуру, и там обязательно проведут внеплановую проверку. Говоря в целом о состоянии преступности в Мордовии, прокурор отметил, что меньше стало краше убийств. А вот уголовно наказуемых деяний, совершенных подростками, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, стало больше почти на четверть. Это является отдельным пристальным вниманием органов прокуратуры. У нас в ноябре прошло координационное совещание, где разработан ряд мер с целью изменения данной ситуации. Здесь должны быть задействованы не только органы правозащиты, но и органы власти. Здесь комплексный подход. В завершении пресс-конференции Александр Филимонов по традиции ответил на несколько личных вопросов, а мы спросили, какую бы профессию он выбрал, если бы судьба распорядилась иначе. Как интересно выглядит эта судьба, посмотреть бы на нее. Я рад тем, что происходит в моей жизни, я рад тому выбору. Мое первое образование – техник, механик по оборудованию завода в черной металлургии. Также во время обучения я стал профессиональным водителем в армии, водил транспортные средства категории С, грузовые. То есть для меня каких-то препятствий в этом никогда не было. И, кстати, больше всегда нравились технические предметы, нежели гуманитарные. Но случилось так, что мне нравится, чем я занимаюсь. Александр Аносов, Павел Толобаев. Программа происшествия.